Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я занимаюсь, тематика моего канала – это инвестиции. И очень часто люди говорят, что инвестировать лучше всего в недвижимость. Но в этом деле я не специалист. И вот сегодня я пригласил к себе Вадима Бодрова. Он занимается как раз инвестициями в недвижимость. И я хочу ему задать несколько вопросов, чтобы выяснить и для себя, и для вас, что такое инвестиции в недвижимость. Итак, Вадим, скажи, пожалуйста, а какого рода инвестиции в недвижимость ты занимаешься? Какой вид? Потому что там же много коммерческой недвижимости, земля и так далее. Юрий Ильичевич, вы, конечно, правы, потому что есть разные направления у недвижимости. Есть земельные участки, есть жилая недвижимость, есть коммерческая недвижимость. Склазская недвижимость. Ну, это я бы в коммерческую отнес. Там есть очень много направлений в коммерческой недвижимости. И ключевой момент заключается в том, что я занимаюсь именно земельными участками. Так, интересно. Землей торгуешь. Да, как некоторые шучат. Родину продают. Да, есть такая шутка. Да, я такое говорил, да. Ну, как бы неожиданно, на самом деле, может быть, расскажешь подробнее, в чем заключается вообще бизнес и как можно инвестировать туда людям. Ну, коротко, может быть. Бизнес заключается в следующем, что мы, я и команда, мы находим объекты недвижимости, да, земельные участки, которые недооценены рынком, да, которые продаются на рынке в разы ниже. То есть в два раза ниже рынка, в три раза ниже рынка. Бывает и такое. Соответственно, мы их изучаем, да, по определенным чек-листам и после этого принимаем решение покупать или не покупать этот земельный участок. Ну, то есть у нас именно закупочная деятельность полноценная. Мы его покупаем. Дальше уже, соответственно, мы заранее понимаем, какая будет его выходная стоимость, то есть по какой стоимости он с наибольшей вероятностью будет продан, соответственно, и дальше уже продаем. Обалденно. Обалденно. Ну, то есть в два-три раза можно дешевле купить участок, чем на рынке? Конечно. Конечно. Ну, это надо долго искать. У вас какие-то базы данных там или что-то еще? Глобально существует два способа, как можно найти земельный участок ниже рынка. Так. Первый способ – это, ну, скажем так, классический, да, он не связан с торгами. То есть это Авито, это Циан, это другие сайты, которые, ну, просто в открытом рынке. И путем переговоров можно, что называется, сбить цену, да, кому нужно срочно ее продать и купить. Ну, соответственно. То есть сбиваете цену. Да, это одна из стратегий. Мы ее применяем, скажем так, ну, иногда применяем, да, ну, применяем ее реже. Второй способ, пожалуй, он сейчас наиболее главный, наиболее такой ключевой, я бы его назвал, это торги. Да, то есть земельные участки можно покупать на торгах. На бирже. Какие виды торгов существуют, да, наверное, следующий будет вопрос. Ну, где, что это такое? Где это вообще такая биржа, скажите, где участок? Да, где, где, где халява, да? Нет, ну, просто да. Вот. Смысл в том, что торги бывают разных видов. Бывают торги государственные или муниципальные. Так называемые торги. Это когда администрации или правительство того или иного региона распродает данные земельные участки. Мы на этих торгах, как правило, не участвуем, потому что там есть свои, скажем так, во-первых, нюансы, а во-вторых, там, скажем так, маржа, ну, то есть доход с этой земли, он невысокий, как правило, поэтому мы его пропускаем. Следующий способ – это приставы, имущество, связанное с реализацией должников, да, имущество должника, так называемый. То есть есть тоже торги, которые проводятся на, там, сайтах, опять же, Федеральной службы судебных приставов, Росимущества и других государственных органов, которые, ну, с этим взаимосвязаны. И, соответственно, там тоже есть земельные участки. Там как раз можно подешевле. Там можно подешевле. И есть третий способ торгов, да, на который сейчас мы сделали ставку, который сейчас дает наибольшее количество, скажем так, прибыльных лотов – это торги по банкротству. То есть это юридические и физические лица, которые банкротятся, да, в рамках Федерального закона о банкротстве, где, ну, есть достаточно большое количество лотов. И, соответственно, мы перелопачиваем все лоты, работаем по, там, двадцати, может быть, уже больше количества регионов, там, двадцать-двадцать пять где-то регионов. И, соответственно, покупаем землю. То есть это по всей России? Да, это по всей России. Обалдеть. То есть это, ну, мы… Просто обалдеть. Я даже не знал такого. И у вас есть какие-то вот параметры, по которым вы определяете стоимость. Как вы это определяете? Ну, например, как можно определить стоимость земли в каком-то мухосранске, там, я вообще не понимаю. Коэффициенты какие-то есть, да? Ну, как правило, конечно, применяется сравнительный метод, да, как в экономике многих обучали. То есть мы берем самый простой способ, это заходим на Авито, находим, вытаскиваем с определенного района 20-30 земельных участков, вытаскиваем среднюю стоимость. То есть это работа? Большая работа. Это колоссальная работа. То есть вы оцениваете среднюю стоимость, участок, отдаленность, там все эти параметры от населенного пункта, от дороги, доступность, правильно, газификация, электрификация, лес, река рядом, да? Да, у нас в чек-листах около 20 параметров, которые мы оцениваем. Где-то больше. То есть все вот это вот то, что я перечислил. Может быть, что-то еще? Есть такие моменты, когда, например, городостроительные какие-то нормативы мы оцениваем, потому что это то, что не видно как бы вот, ну, новичку. Да, потому что можно купить земельный участок, и даже местные юристы-риэлторы могут сказать, ну, что в принципе все в порядке. Да, но на самом деле бывает подвох. Бывает подвох, и мы вот смотрим по очень большому количеству параметров, соответственно, мы вышли на это путем проб и ошибок. Я так отвечу. Так, а обычно участки бывают благоустроенные или всякие? Всякие. Участки можно подразделить на три категории, да? Давайте так, чтобы всем было понятно. Есть участки низкого качества, есть участки среднего качества, есть участки высокого качества. То есть что такое участки низкого качества? Это участки, так называемый неликвид, который никогда не будет продан или будет продан лет через пять, может быть, десять и так далее. То есть что такое неликвид, чтобы, ну, был конкретный пример, да? Например, есть участки, скажем так, в форме сигары. Ну, он такой как бы вытянутый и узкий. Такие формы, да? Формы сигары мы это называем. Вот этот участок дефектный. Значит, почему он дефектный? Почему он неликвидный считается? Потому что на этом земельном участке, как правило, ты ничего не построишь. Да, он, ну, длинный и узкий. То есть чтобы, например... Можно построить что-нибудь длинное и узкое. Можно построить что-нибудь длинное и узкое, да. Но жилой дом, например, уже не построишь, предположим, если там расстояние вот этой ширины, там, 7-8 метров, потому что, опять же, мы красной линией посчитаем, отступ и все, и все. И получается, что на этом земельном участке уже нечего построить. А люди-то берут землю для чего? Строится. Строится, да? Это 90, наверное, процентов или там 95 процентов. Ну, реально то, чего они покупают, это возможность построить. В этих участках, может быть, только чеснок выращивать. Да, чеснок выращивать, но они не в цене. Они не в цене и они почти не нужны. Это земельные участки низкого качества, земельные участки среднего качества. Что это такое? Это когда в них есть какой-то дефект, но этот дефект можно каким-то способом устранить. Типа болота? Болото, дефект сложно устранимый. Его действительно подсыпать, ну, скажем так, затратно. Да, ладно. Да, достаточно затратно. Дренаж и все. Дренаж, там разные еще темы. Вот я здесь упрощаю, да. Болото – это более уже такая сложная конструкция. Да, его можно устранить, я согласен, но это более такая уже продвинутая, наверное, конструкция. А, например, просто там нет дороги, взял, подсыпал дорогу. Нет электричества, ну, непосредственно по границе участка, но его же можно подвезти. Конечно, можно. Есть госпрограммы, если это ИЖС, да, индивидуальное жилищное строительство. Есть там, ну, разные способы и стратегии, как можно подвести электричество. Ну, то есть это достаточно легко и понятно устранимо. То есть, как бы дефект есть, но он устраняемый. Вот это участки среднего качества. И участки высокого качества – это где, ну, не подкопаешься. Все, вот прямо вот бриллианты. Вот такие участки вот уходят. Ну, они же и цена разная. А какие участки лучше выходят? Все-таки высокого качества. Высокого качества. Они продаются, как правило, за 3-4, там, 5-6 месяцев. То есть, до полугода они хорошо продаются. Да, бывает, ну, вот где-то так мы бы закладывали на такие участки. То есть, один оборот капитала где-то в районе полугода обычно. Да, если участок действительно, ну, высокого качества, за полгода он уйдет. 100% за полгода? Высокая вероятность, что за полгода он уйдет. 100% здесь гарантии никто не даст никогда. Я понимаю, это бизнес. Это бизнес. Здесь есть некие риски, что участок может несколько продаваться дольше. Вот, но в целом… То есть, подожди, подожди, вот инвестиции, ты инвестируешь, и через полгода 100% такое бывает регулярно? Да, если находится участок, конечно, бывает. Слушай, мне это нравится. Вы можете вкладывать деньги. То есть, ты предлагаешь вкладывать деньги? Да, я считаю, что это хороший способ для того, чтобы приумножать капитал. То есть, подожди, ты все-таки, насколько я понял, в сквачину предлагаешь, есть такой вид бизнеса? Конечно, я не инвестор сам по себе. У меня, по сути, управляющая компания, которая от момента закупки до момента продажи полностью берет весь цикл на себя. То есть, и обладает всеми необходимыми компетенциями на каждом этапе. Понятно. Понятно. Хорошо. А лицензии для этого есть какие-то? Никаких. Никаких. Это не лицензируемое с точки зрения действующего законодательства? Никак. То есть, любой может зайти и начать работать на этом рынке. Препятствий никаких. Я многократно говорил, что, вообще говоря, самая прибыльная штука, как зарабатывать деньги, это бизнес. И здесь получается вот это вот, как бы, ну, потрясающий вид бизнеса на самом деле. Ну, он узкоспециализированный, да, это земельные участки, но, блин, инвестировать так, чтобы 100% с высокой вероятностью. А, стоп, а если ты предлагаешь свои услуги, да, ты с этого имеешь какой-то процент? Конечно. Да. То есть, ты работаешь за процент? Да, я работаю за процент. Мы с, скажем так, заказчиками, с инвесторами, да, индивидуально договариваемся о взаимовыгодных, как бы, процентах, да, смотрим так, чтобы у нас был, что называется, win-win, то есть, он заработал и я заработал, да, он заработает, опять же, что он сделает, вложит еще деньги, приведет друзей и знакомых. Мне это, ну... На какое соотношение примерно? Ну, всегда по вот... 50 на 50? Нет, я больше в сторону инвестора всегда даю. Ну, конечно. Да, потому что он заходит деньгами, он рискует, и я считаю это справедливо. Да, конечно, я считаю, что процентов 20 должно быть вот так. 20, 30, там бывает 40, в зависимости от... В зависимости от прибыли. Да, в зависимости от прибыли, от предпочтений. То есть, вы, наверное, договариваетесь на какую-то минимальную сумму, да, что вот предполагаемая сумма продажи такая, значит, вот такая сумма, дальше, если ты продаешь дороже, я думаю, что там процент вот на то, что сверху, он там увеличивает твой процент, и, значит, соответственно, прибыль и ту, и клиента, и твою. Нет, не так? Ну, как правило, не так. Я в полиграфии так делал. Я понял. Можно и так делать, да. Мы обычно более, может быть, простым способом идем, то есть подвязываемся к какой-то конкретике, да, то есть инвестор всегда знает, какие участки покупаются, да, все прозрачно, он их согласовывает, он их одобряет, он получает по ним аналитику, он получает по ним прогнозы, там несколько прогнозов, так сказать, да, там более там оптимистичные, менее оптимистичные, ну, есть разные, да, все равно факторы. Вот. И после этого уже мы общаемся, да, то есть… А где ты находишь покупателя? Покупатель находится на открытом рынке. Это… То есть это тоже активная работа, правильно? Да, это маркетинг и продажа, активная работа, где тоже необходимо понимать, как продать земельный участок на рынке. Ты там через соцсети там что-то продвигаешь, наверное, у тебя есть аккаунт, ты в ютубе, нет? В соцсети, да. В каких? Фейсбук дает очень хороший результат. Фейсбук? Таргетинг, да, на Фейсбук. Ну, в Фейсбуке, да, аудитория такая, она более все-таки возрастная и… То, что надо. Как раз по целевой аудитории подходит. Еще мы пока не занялись одноклассниками, там, в принципе, тоже достаточно… Нормально. Да, достаточно, скажем так, взрослая аудитория, как раз та, которая, ну, лица, принимающие решения, да, и, скажем так, запустить одноклассников, это, я думаю… Я никак не могу до одноклассников добраться. Это не мое, на самом деле, но это вот очень интересно, да, действительно. Да, то есть, соответственно, ну, классические способы продажи, таких как Авито, Циан и другие электронные площадки, это понятно, да. Это понятно, естественно. Ну, здесь надо сделать так, чтобы, ну, как бы тебя, любой человек раз-раз-раз выходит. Вадим Бодров, вот, куда-то тыкая, значит, там бот, его приветствует, говорит, что вы хотите, так сказать, коммерческую, некоммерческую и так далее, вы попали туда, куда надо, правильно? Боты используешь? Боты пока не использую, но я уже о них задумался. Я тоже задумался. Реально пора. Пора уже, я уже начинаю создавать. Ну, вот, что я могу сказать. Друзья мои, если на самом деле, вот, вы думаете о недвижимости, о том, что инвестиции в недвижимость – это хорошо, это не мое, честно скажу. Вот, я просто вот могу дать координаты Вадима, и вы их увидите, я думаю, что, так сказать, в комментариях ниже под данным видео, ну, в описании к данному видео я… Можно же скинуть, да? Конечно, можно скинуть. Да, абсолютно, абсолютно любой может написать мне с каким-то вопросом, вплоть до того, что, Вадим, я нифига там не верю, что такое реально, там, объясни мне вот лично. Нет, мне нравится с точки зрения инвестирования. Ничего себе! То есть, если я обладаю какой-то суммой, а какие суммы, кстати, в среднем? Ну, от миллиона и выше. Все-таки от миллиона. Да, потому что портфель, а мы именно портфель составляем, мы не один участок покупаем на миллион, да, это там 3, 5, 7, может быть, даже иногда участков, находящихся в разных локациях. Мы диверсифицируем то, что называется, да, риски. Да, некий такой делаем портфель. И, ну, чтобы сделать более-менее качественный портфель, нужен хотя бы миллион. Слушай, прям полное сходство с ценными бумагами. То есть, диверсификация, так сказать, как бы не держать яйца в одной корзине. Конечно, конечно. То есть, все то же самое. Конечно, правила инвестирования, они одни и те же, так понимаю, да. Просто в разных нишах они специфические. Только прибыли разные. Прибыли разные, да. Но зато и риски. И риски тоже. А скажи, пожалуйста, вот с властями не бывает трений таких-то? Конечно, бывают. Да, есть, во-первых, земельный контроль, да, так называемый. В каждом регионе, в каждом районе есть земельный контроль при администрации. И они проверяют с той или иной периодичностью земельные участки. Вот. Ну, там смотрят, как правило, там, акашивается, не акашивается. Ну, какие-то более, скажем так, такие, ну, противопожарные, да, требования к ним больше, на них ссылаются. Вот. То есть, могут быть какие-то другие. Иногда прокуратура проверяет о земельном участке тоже. Ну, вместе, опять же, с администрацией, как правило, в тандеме. То есть, трения с властями есть. Я могу сказать, что количество каких-то внеплановых проверок, оно существует, да, то есть, совершенно существует. Вот, несмотря на то, что вроде бы сейчас идет такой тренд, да, что там предприниматели все меньше-меньше-меньше проверяют. Что касается земли, ну, я пока не берусь это оценивать, но проверки существуют. Так отвечу. Взятки требует? В наше время нет, да. Уже нет? Не требует. Сейчас все стали аккуратными. Хорошо. Ни провокаций, ну, вот, чтобы прямо вот, а вы там… И вымогательства там какого-то? Нет, не сталкивался. То есть, не так, как раньше? Ни разу не сталкивался с таким. Вообще здорово. То есть, сейчас это все изменилось, сейчас все лучше, лучше, лучше. То есть, как бы, инвестиционный климат, как бы, ну, улучшается, деловой, скажем так. Так, если с властями работать в правовом поле, да, используя правовые инструменты, правильно защищаться, опять же, с точки зрения, ну, юриспруденции, то, конечно, можно, скажем так, достойно, ну, отстаивать свои права. Я считаю так, да. И вот так и надо работать, а не какими-то там коррупционными механизмами. Это ни к чему хорошему не приведет. Ну, потому что я знаю, что многие говорят, вот, там, не заплатишь, не подмажешь, там, ничего, так сказать, не сделаешь. То есть, можно совершенно спокойно работать с властями. Да. Власти вполне адекватные. А власти в каких регионах, там, центральная Россия или там где-нибудь, там, Дальний Восток тоже, Краснодарский край. Мы, вот, свой опыт скажу, мы столкнулись больше всего с количеством проверок в Московской области. Тут, в принципе, наверное, понятно, почему. Ну, земля дорогая. Конечно. Экономика сама по себе. Конечно, конечно. То есть, здесь за землю могут порвать. Да. Да, очень интересно, очень интересно. Ну, что, друзья, я думаю, что, ну, вот, блин, мне уже даже нечего спросить, потому что, мне кажется, это очень интересно. На самом деле, вот такая область вложения, область инвестирования. Я даже сам задумался, думаю, почему бы и нет. Вот. Вот, поэтому, контакты Вадима будут, обращайтесь. Очень интересно. На самом деле, я думаю, что я буду продолжать такие интервью с разными представителями бизнеса. Это очень интересно, оказывается. Ну, на сегодня все, я думаю. Ну, вот, поставьте, пожалуйста, лайк и до встречи. Спасибо за внимание. Спасибо. Слушай, шикарно. Ты прям...